Какие особенности имеет базовая конструкция, если у нее нет рукавчика? Вот посмотрите, я быстренько здесь накидаю. Мы хотим с вами шить, ну я буду говорить о строгой базовой конструкции, понятно дело, да? Вот такое вот платьице и выточки у нас где-то здесь, допустим, будут, мы потом их смоделируем. То есть рукавчиков у нас нет. Смотрите, когда мы строим вот эту самую, вот это у нас талия с вами, да? А вот это нижний уровень проймы, то есть расстояние от талии до проймы. Что нас интересует вот в этих, вот в этих всех историях? Нас интересует на самом деле вот это расстояние, расстояние от проймы, от нижней части точки до талии. О чем мы заботимся? Чтобы не вырезать здесь много, чтобы лифчик не показать. И поэтому меня не волнует теперь никакое ВДП. А раз меня не волнует ВДП, меня ВДП волнует вертикальный диаметр проймы только когда я работаю с рукавом, чтобы подружить рукавчик и нашу пройму. То есть когда у нас есть рукав, рукав у нас есть, да? Тогда мы делаем первое действие – ширину рукава определяем, второе действие – высоту оката рукава определяем, и третье действие – мы вертикальный диаметр проймы определяем, который и дает нам вот эту нижнюю точку. А потом что мы делаем? Мы обязательно анализируем расстояние от этой точки до линии талии. Вот и все. Для того, чтобы рука поднималась, чтобы комфорт был, и уже ориентируемся на нее. Когда у нас этого нет, вы должны просто-напросто выбрать для себя вот это расстояние. Когда вы доходите до построения точки, давайте я вот здесь вот изображу, да? Вы построили вот эту точку, да? Вы построили на спинке вот эту точку. Они у вас есть. Вот такая у вас какая-то картинка, да? Тут у вас начало проймы, здесь у вас пройма. И делите это место пополам. Это у вас боковой шов. А вот тут у вас линия талии. Так что вам надо сделать? По большому счету, вам просто взять, в зеркало подойти и померить вот это расстояние. И все. Но его самим на себе померить невозможно. Потому что вы будете плечо свое поднимать, и вот эта линия, вот эта величина, она будет увеличиваться. И чтобы этого не случилось, надо сделать следующим образом. Встали перед зеркалом, руки вот так вот вниз опустили, и подмышку вот сюда. Когда взяли карандашик, а на талии у вас шнурочек, подмышку карандашик свой зажали, и померили потом просто-напросто расстояние. Карандашик будет у вас где-то здесь подмышкой зажат, да? Померили расстояние от своего карандашика до линии талии, до шнурочка, который у вас завязан по линии талии. И чтобы было движение, был комфорт, еще отнимите от этой величины 2 сантиметра. Допустим, получится у вас 19. Отнять 2, получится 17. И вот это 17 вы уже здесь будете откладывать. Вот так вот, если точно определить вот это расстояние. А если не точно, то, допустим, вы забыли, берите просто 20 сантиметров. На любой выкройке берите вот это расстояние 20 сантиметров, и все у вас получится нормально, потому что вы можете в любой момент после примерочки это место углубить и уточнить на примерке, и ничего вы не потеряете. Вот. Дальше что? Когда вы работаете вот с такими вот изделиями без рукавчиков, мои хорошие, вам не надо иметь по груди большую прибавку. Вот. Значит, давайте запишем вот сюда первое действие. Что мы должны сделать, если у нас изделие без рукавов? То у нас будет с вами 3 условия, которые мы должны будем выполнять. Итак, первое условие. Первое условие. Т1Г – это расстояние от талии до подмышки. Равно напишите 20. Или измеряем. Больше 20, мои хорошие, не делайте. Будет очень мелкая пройма, и ваша ручка туда просто не войдет. Второе действие. Мы обязательно следим за прибавкой по груди. Когда вы на обычную фигурку вот такое изделие строите, вот такое изделие, чаще всего вы ориентируетесь при выборе ширины сетки на бедра. Правильно? А грудь обычно бывает поменьше. И поэтому, когда делаете контроль, вы обнаруживаете по груди лишнюю ткань. Потому что прибавка по груди будет от нуля, допишем, до трех сантиметров. Почему до трех? Потому что к этой же категории может относиться зимний жилетик на подкладке, который вы предполагаете носить на какой-то светерочек. Понятно? У вас будет вот такой вот жилетик, тогда прибавочку надо три. А на летние стрекотажи топик или платьица, конечно, хватит и нуля сантиметров. Третье. Давайте про прибавки вот про эти закончим. Когда мы выбрали маленькую прибавку, при том, что вы, допустим, у вас бедра будут, скажем, 50, вы сделали контроль, да, по груди у вас получилось, ну, практически тоже 50, скажем, 49. Так? А грудь у вас была, скажем, 45 размера. Значит, прибавка 1 сантиметр 46, допустим, будет, да. Я возьму прибавку 1 сантиметр. Отнять 46, получается 3 сантиметра лишних. А уровень проймочки вы вот здесь уже выбрали, когда 20 сантиметров или нужную вам величину отложили. А вот это у вас линия груди. Значит, по линии груди от бокового шва 3 лишних сантиметра влево и вправо откладываем по полтора. А между ними 3. И талия у нас была вот здесь где-то вот так нарисована. Боковой шовчик. Ну, если мы говорим о приталивании, например, то он вот так вот был у меня нарисован, да. После этого, смотрите, как я поступаю. Я беру, потому что это будет третья особенность. И вот эти точки по груди оформляю обязательно прямой линией. Потому что в данном случае ластовицы нам не нужны. Ластовицы вот эти добавляются овальные вот такие вот оформления боковых швов вверху под мышкой только для того, чтобы расширить пройму. Чтобы подружить опять же наш рукавчик и нашу пройму, чтобы опять же был комфорт и меньше было посадки. А вот когда у нас нет рукава, то не надо и ластовиц этих оформлять. Надо просто повторить форму тела под рукой. А это ровненькая, это ребрышки наши, да. И там всегда прямая линия. А потом оформить гладко вот такой, как всегда, переход. Линии. То есть сгладить вот этот переход в линии талии. И вот такая у меня получится картинка. Здесь прямая линия, плавный переход и ушла в бедра. Вот так, вот так и вот так. Вот и все, что требовалось. Ну и линия бедер, наверное, у нас где-то вот здесь все-таки нарисована. А как будет выглядеть при этом пройма? Да вот так и будет выглядеть. Вот это передняя часть пройма. А вот это у нас будет задняя часть проймы. Вот так. И очень все получилось правдоподобно. А вот эта часть, она у нас лишняя. Это для стандартной фигурки. Но, соответственно, совсем по-другому это будет выглядеть, когда у вас будет перевернутый треугольник. Так вот, смотрите, третья особенность рукавчиков изделий без рукавов в том, что верхняя часть бокового шва всегда прямая. Имейте это в виду. Когда вы умеете строить базовую конструкцию с рукавчиком, а когда будете строить свое платьице без рукава, вот эти три условия вам нужно обязательно выполнить. А найти вы их легко можете вот в этой книжке, где мы проходили с вами приталенный, полуприталенный силуэт. Сейчас я вам найду эту картинку. Это еще было. Вот она. Смотрите, страничка 59. 58. Изделие без рукавов. Вот такая маечка у нас. И вот они три условия, которые нужно выполнять. Прибавка по груди от нуля до трех, отрезочек Т1Г 20 сантиметров или можно измерить. И участки, вот эти верхние, они всегда прямые. Вот и все, мои хорошие. То есть упрощается с одной стороны наша задача, и нам не нужно никаких выполнять вот этих вот вычислений. Вот так вот.